В студии Инобилан. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях, как мы и обещали, финалистка конкурса «Голос дети», начинающая актриса и наша с вами землячка Ярослава Дегтярева. Здравствуйте, Ярослава! Здравствуйте! Всем привет! Привет! Наконец-то случилась наша с вами встреча. Мы буквально до эфира говорили о том, что мы не могли с вами встретиться три года целых. И, наконец-то, это случилось. Ярослав, давайте, раз вы уже взрослая, уже одиннадцать, как говорится, ко многому обязывает, будем с вами на взрослые темы разговаривать. Хорошо. Ярослав, как изменилась жизнь после «Голоса»? Что изменилось вообще? Во-первых, меня стали приглашать на концерте, стали, получается, приглашать на туры разные. Ну, конечно, я не одна ездила с «Голосятами» в туры. У меня появились свои песни. Я снялась в двух фильмах. Это, так, «Жги» и «Заповедник». Мы поговорим об этом подробнее. Хорошо. И вообще много всего. Я стала ездить в разные города практически всю. Ну, пол России, наверное, я уже точно объездила и даже побывала за границей. Я выступала во Франции и ещё там была в Дубае и в Швейцарии. Вот. И вообще очень много радостных моментов запоминающихся случилось. Вообще много всего случилось радостного и интересного. Ну, здорово. Ну, Дима Билан, да, был ваш наставником, наставником вашим. Как вам Дима Билан? Как с ним работалось? Дима Билан очень, вот прямо вот прекрасный человек, очень весёлый певец такой. Он всегда прямо заряжает своим позитивом. Вот всегда его вижу таким весёлым, таким радостным. Прямо человек позитив. Он очень интересный и позитивный человек. Никогда не пожалели, что пошли к нему в команду, например, они в Пелагеи? Не пожалела, потому что прямо очень хороший человек, светлый. Встречаетесь с ним на площадках сейчас? Ну, да, конечно, на концертах пересекаемся. Вы уже сказали, что успели записать новые песни, да? Да. Кто стал автором этих песен? Есть такой композитор Алексей Галинский, он из Питера, очень тоже хороший человек, и у нас с ним очень большое понимание в плане песен, и он пишет мне всегда очень красивые и глубокие по смыслу песни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, конечно, тоже как кукушка мне тоже нравится. Более драйвовая, да? Я думаю, нужно пробовать себя в разных стилях музыки. Вы уже успели поработать со многими именитыми исполнителями. Дима Билан, Наргиз, Александр Розенбаум, если я не ошибаюсь, да? С кем было легче и с кем было сложнее, и почему, на ваш взгляд? На самом деле ни с кем не было сложно. Все веселые и хорошие. Все говорят такие серьезные эти артисты, а на самом деле все такие простые. Очень просто с ними? Ну, да, в принципе. Ничего сложного не было. Особенно с Димой Биланом это прямо вообще. Вот придет к нам Наргиза, мы скажем, была у нас Ярослава Дегсерева и сказала, что с вами было очень легко работать. Наргиза она тоже такая хорошая вся. Хоть и выглядит так, но она очень хорошая и добрая. Так. Есть у нас сообщение на WhatsApp. Здравствуйте, Ярослава, меня зовут Кристина. Легко ли быть вам популярной? Я, если честно, не считаю себя популярной, я считаю себя девочкой, которая поет в радость. Ну, ничего себе, так девочка поет в радость с артистами, минутами. Я бы тоже так в радость попела с кем-нибудь. А как сказывается ваша нынешняя жизнь на учебе? Все-таки школа, никто ее не отменял. Легко ли вам? Да, в принципе, сложностей никаких нет. Нет, если я что-то прямо пропускаю так сильно, например, нет, ну месяц я не была еще в школе, и месяц... Не отсутствовали, да? Да, месяц я еще не отсутствовала. Наверное, мой рекорд это полторы недели. Но я приезжаю, учу материал, и у нас особенно сейчас часто, я вот уже в шестом классе, вы знаете, вот в пятом классе, или даже, наверное, в четвертом, было сложнее, чем в шестом. Почему? Я пишу тесты. Ну, мы пишем тесты, и это на самом деле легче всего, наверное, потому что я учу материалы, и этот материал весь пускаю в тесты, и все хорошо. Как относятся ваши одноклассники, учителя к тому, что есть такая Ярослава Дегтярева, которая хоп, и на гастроли? Учителя вроде бы нормально относятся. Одноклассники, наверное, 50 на 50, потому что, к сожалению, в нашей жизни есть большие завистники, которые завидуют. И да, наверное, многие одноклассники, ну даже не многие, некоторые одноклассники мне завидуют, и даже некоторые признавались в том, что они мне завидовали раньше. Это, конечно, не очень хорошо, но, к сожалению, есть такие люди. Ну, знаете, наверное, пусть они лучше говорят в глаза вам об этом, что они завидуют, чем за глаза говорят не пойми что. Ну, на самом деле, большинство к этому хорошо даже относится. Помню, раньше, когда я была в другой школе, прямо приезжала, все за меня радовались, дарили мне подарки, и мне тоже так было прямо вообще. Такая радость у меня была. Здорово. Если вспомнить ваши первые шаги, помните, почему стали петь? Почему решили петь вообще? Ох, ну вообще, пою я с самых-самых прямо ранних-ранних лет. Пела я колыбельные своему брату. Так, вроде так разница не сильно большая колыбельные пели. Ну, я прямо напевала даже, когда разговаривать не умела, уже пела, так напевала. Ля-ля-ля, вот такое вот что-то. И начала петь всё больше, учить новые песни. По-моему, даже в 4 года или во сколько, я уже не помню, я выучила песню из Титаника. И... My heart will go on. Да. Ничего себе. Постоянно пела эту песню. Даже ходила в магазины, такая, хожу я с бабушкой там за хлебом, мы пошли. И я такая стою, напеваю, my heart will go on. Вот это всё. Так. И вообще я пела всегда, вот сколько себя помню. Иногда даже я, ну, не могу заснуть, начинаю петь. Пою вот прямо вот всегда, на каждом шагу. И всё больше начинала петь, учить новые песни, потом по конкурсам разным. И вот я мечтала пойти на голос. Всё упрашивала, маму, я так хочу на голос. У меня было столько вообще в голосе кумиров разных. И я всегда поражалась, как они так красиво все поют. Ну и вот случилось чудо. Мама втайне от меня послала заявку на голос. И вот, прямо помню, 2 октября, по-моему, 2015 года, вроде бы это был 2015, к нам приходят списки, кто будет в голосе. И на первом месте я, я как помню, сижу, смотрю мультики. Это, кстати, было на мамин день рождения. Она выбегает радостно из комнаты, говорит, что меня взяли на голос. Это просто, моему счастью не было предела. И вот мы отправились на голос. Так. Это было прямо фантастически. Я помню, как я в первый раз приехала в Москву, как я в первый раз приехала на кастинг голоса. Это вообще было невероятно. Но все, когда вот вы вышли на сцену, я и сама смотрела тоже этот момент, и знакомые, и коллеги, все думали, что вышла такая маленькая девочка, сейчас там что-нибудь такое нежное, лирическое. Тут кукушка. Почему кукушка? На самом деле, раскрою вам тайну. Кукушку мы совсем не готовили. И когда я упрашивала маму спеть кукушку, она говорила, ну, там, может быть, ну, может быть, споём. А я прямо точно знала, что я хочу спеть кукушку. Я прямо это знала. Хотя кукушку мы не готовили. Вообще кукушку я услышала в фильме «Битва за Севастополь». И мне прямо эта песня прямо... Полина Гагарина пела как раз, да? Да, прямо в душу так вот. Вошла и не выходит уже оттуда много-много лет. Я помню, я вот себе продумала план. Так, нужно как-то интересно спеть. Наверное, нужно начинать с самого сильного, вот, с самой сильной части песни. И вот... Всё получилось. Да, всё получилось. Остаётся ли время у вас вот на простые детские шалости? Поиграть, там, побегать, в резиночки. Я не знаю, прыгают сейчас дети в резиночки? Попрыгать там. В резиночки. Так, была раньше такая игра. Ладно, просто на что остаётся время, Ярослав? Ну, на самом деле, свободного времени не так уж и много у меня. Хотя оно есть. Так. Оно есть. И в свободное время я предпочитаю, наверное, делать уроки, что ли. Не знаю. Хотя уроки я успеваю всегда делать. И, если честно, в игрушки я как-то вот и уже не играю. Я прямо иногда удивляюсь, но у меня нету такой тяги в игрушках. У меня больше тяга, знаете, к чему? Слушать музыку 24 на 7. Потому что многие мои сверстники, которым тоже 11 лет, они играют в игрушки. Но у меня никогда... Знаете, вот даже вот, когда я была маленькая, у меня не было такой тяги огромной к игрушкам. Я больше любила... Вот многие играют в куклы, да, а я больше любила быть дизайнером, наверное, кукол. И, там, шить им одежду какую-то. Делать им разные прически, что-то там. А не играть в куклы. Вот как-то у меня никогда не было к этому тяги. У меня к творчеству бы даже было больше тяги, чем к куклам. Прямо заинтриговали. Вот глядя на вас на сцене, кто подбирает вам имидж ваш? Мама. Мама. У меня, наверное, мама. Она и стилист, и дизайнер, и этот... визажист. Всё в одном. Да, всё в одном. Есть у нас ещё одно сообщение на WhatsApp. Привет, Ярослава. С кем мечтаешь спеть дуэтом ещё? Так, это надо подумать. Наверное, опять с Димой Биланом я бы спела дуэты. Незаменимый Дима Билан. Да, незаменимый Дима Билан. И, наверное, ещё с кем? Вот очень интересный вопрос. Я бы прямо подумала, с кем бы я хотела спеть дуэтом. Так, мне нужно подумать. Вот, я придумала. Я бы очень хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Напоминаю нашим слушателям, в гостях у нас сегодня была финалистка конкурса «Голос дети», начинающая актриса, наша с вами землячка Ярослава Дегтярёва. На этом я, Инна Билан, с вами прощаюсь.